Приветствую вас, и проблема, как мне кажется, есть в двух элементах. Первый момент это то, что вы прямо его процитировали, вот там где есть цитата, вы сказали, что он эгоист. Вот этот момент является не совсем верным. И также, по мне, не совсем верным является тот, что вы написали, что боитесь показаться новейшего всегда, и привыкли, что вам мужчины первые звонят. Итак, все касается первого аспекта, то действительно, мужчина в начале, когда у вас была новизна в отношениях мужчины, конечно, вам звонят в целом каждый час. Но потом, если личность нуждается в том, чтобы побыть в одиночестве, чтобы побыть наедине с собой, рано или поздно, эта потребность, она все равно даст о себе знать. И это не эгоин, как вы на самом деле написали, это естественная потребность человека. То есть действительно, есть такие люди, которым нужно побыть наедине с собой, как бы восстановить силы, прийти в гармонию, так они восстанавливают, регенерируют свои затраты, которые происходят при взаимодействии с окружающим миром, с реальным миром. И поэтому, если вот эту вот его черту вы не будете принимать как естественную, тогда означает, что вы и человека тоже принимать как такового не будете. А это будет мешать, мешать вам о взаимодействиях с ним. Тем более, мужчина говорил о том, что предыдущие девушки от него уходили, изменяя им. Это означает, что у него был негативный опыт. Негативный опыт в отношениях, и он этого негативного опыта, может быть, подсознательно боится. И потому ведет себя с вами несколько более вызывающе, чем это может быть нужно. Потому что он думает или решит для себя, что если вы поступите так же, как и его предыдущие девушки, то он к этому в большейней мере будет готов, и он своим поведением отчасти специально стимулирует вас к тому, чтобы вы проявили себя. То есть проявили себя либо в положительном ключе, то есть приняли его таким, какой он есть, либо в отрицательном ключе, то есть не принимали, а ушли. Я думаю, что если вы решите уходить, то нужно это сделать, по крайней мере, честно, из уважения к нему. То есть сказать ему о том, что вот я подумала, и мне не подходит такой тип отношений с тобой. По крайней мере, это будет менее болезненно для мужчины. Но он прав, вы его не измените. Вы не сможете его поменять, потому что человек в его возрасте уже вряд ли как-то кардинально поменяет свое поведение. Тем более, что оно довольно успешно в плане его трудовой деятельности и именно лично. То есть лично я имею в виду не отношения с вами, а именно когда он находится наедине с собой. И потому он просто подумает, что вы еще одна девушка, которая не приняла его такую позицию, и тем самым он еще сильнее убедится в том, что он правильно поступает. И весь вопрос в контексте этого статуса заключается в том, что хотите ли вы стать еще одной девушкой или нет. Вот если вас волнует только то, что вы чувствуете, и вы никак не хотите, например, постепенно мужчину как-то приучать к новому развиду отношений, приучать его, например, постепенно к тому, чтобы больше внимания уделять женщине, разбивать его в вот эту вот рассчитанную стену, которую он возвел от окружающего мира, да, в уединении. То есть, если вы не хотите его познавать и не желаете брать на это много времени, а на это уйдет много времени, то тогда, конечно, вам лучше разойдет. Но если все-таки вы уважаете мужчину, видите, и в нем много плюсов, и единственный минус это вот только то, что он меньше самоназвонит, то это момент для взрослого мужчины, тем более, как я понял, у вас не было такой вот прям откровенной страсти, это нормально. Другое дело, насколько это порядочно, насколько это, так сказать, уважительно по отношению к вам. Вот если есть какие-то проблемы в этом ключе, тогда да, да, так сказать, будет терпеть, безусловно, не стоит и не нужно. То есть, по развитию ваших отношений, все в порядке. Дело в том, что действительно период страсти, он заканчивается где-то вот как раз в районе 50-60 месяцев у людей. Конечно, бывают и более длительные периоды, но вот как бы самый крайний срок, это вот 5-6 месяцев. И в этом контексте то, что произошло с вашим мужчиной вполне нормально, может быть, он, вот, это как, он, поначалу была какая-то влюбленность, эйфария у него, а потом он начал опасаться, что вы также его придадите, допустим, из-за его такой вот особенности, и начал от вас отдаляться. То есть, вам сейчас нужно преодолеть его недоверие, преодолеть его защитный механизм. Это вы, конечно, хотите с ним быть. Дальше. Значит, собственно, говоря, отвечая на ваш вопрос, верит ли его словам или, значит, вашим мыслям. Ну, смотрите, если человек вас, ни говоря, не обману, если вы видите, что он ответственный, что он, в общем-то, всегда старается дела свои приводить в соответствие со словами, а слова соответственно с делами, то нет оснований ему не верить. Тут еще надо вопрос задать вам, а вот насколько мужчина надежен? Если вы видели в его отношении к вам и вообще проявление безответственности, проявление халатности, проявление там поверхности, поверхностности какой-то, то тогда, конечно, вам нужно верить себе. Но если нет, то оснований для того, чтобы подвергать сомнению его слова нет, а вы просто сомневаетесь не в нем, скорее, а в себе, потому что вы привыкли к вниманию мужчин, вы привыкли, что они вам все время звонят, а этот человек как бы показывает вам свою независимость. И не имея привычки к тому, что люди в отношениях проявляют свою независимость, по крайней мере, мужчин, вы сомневаетесь именно в том, что это отношение искреннее. Но в действительности так бывает, в действительности люди так поступают, то есть в отношениях они четко, так сказать, защищают свои личные границы. Это их выбор, это такой характер. И другое дело, что, может быть, вам такие отношения не подходят. Другое дело, что, может быть, вам нужно, чтобы человек полностью отдавался вам. Может быть, вам нужно, чтобы человек ради вас всю свою энергию использовал только на вас. Может быть, так было. Тогда да, вам такой человек не подходит, опять-таки. Но это уже, знаете как, совместимость людей, соответствие потребностей. Например, вот у вас одни потребности, а мужчина вам может удовлетворить только часть из них. И вы, соответственно, спрашиваете себя, а вот вы готовы к тому, что только часть потребностей будет удовлетворена или нет. И если ответ будет положительный, то отношения вы продолжаете. Если нет, то, соответственно, заканчиваете. Это вопрос вашего выбора, опять-таки. Далее вы спрашиваете наладить все или поставить точку. Вот эта позиция, она довольно категорична. И мужчина может быть воспринята, как даже детская. Он, в принципе, думает, ну что это такое? Вот почему человек не хочет просто меня прицать? Вот хочет подстроить отношения под свой образ или вообще их разорвать. Но я же человек, у меня тоже есть какие-то свои мысли, какие-то желания. И вам необходимо на это делать оглядку. То есть ставить точку в отношениях, но они у вас не закончились. Они у вас не закончились. Мужчина ничего плохого вам не делает, кроме того, что у него появились свои личные границы, которые были всегда, и он вам об этом говорит. Наладить все, а все именно вы хотите наладить, ваши отношения, они стали просто спокойнее. Они стали просто более размеренны. И вы не сможете мужчину заставить делать больше, чем он сейчас хочет, если он не готов. Поэтому именно наладшивать вам нечем. от того, что вы будете звонить, и ему больше проявлять себя, больше, например, вот вы тут пишите, что первый звонить, спрашивать, как дела, как день, там, проявить свою женскую мягкую работу. А, значит, что касается вопросов, и первых звонков, то они вам ничего не дадут. Мужчина все равно будет ведет себя так. Это будет ваша инициатива, он будет позиционировать себя, как то, что ему это не нужно. А вот все касается женственности, мягкости и заботы, то здесь, да, можно. Но, опять-таки, ради чего? Если вы делаете для того, чтобы именно развить отношения, как вы говорите, наладить их, то у вас ничего не получится, потому что мужчина это все устраивает. А вот если вы для него захотите это делать, и просто, безусловно, проявлять ему это. Да, да. Это должно быть здорово. И это поможет сразу-таки расположить мужчину к вам. Но направленность подобных проявлений желательно генерировать именно в контексте счастья и комфорта мужчины, а не вашего собственного. То есть не ради кодексной цели, а именно ради, собственно, радости и счастья мужчины. И вот тогда у вас есть шанс. Ну и, наконец, последнее. Вы боитесь показаться навязчивым. Вопрос этот. Почему вы боитесь показаться навязчивым? Нужно, мне кажется, разбирать отдельно. Потому что любой страх, любой страх проявить в себя, он, естественно, запряжен с неуверенностью в себе. И этот страх, который вы испытываете, он лишает вас свободы. Свободы деятельности, свободы поступков. Когда вы боитесь, вы, например, не можете свободно проявить себя. А если проявляете, то проявляете для того, чтобы купировать свой страх. То есть опасения мотивируют вас совершать именно скоростные поступки. Опасения заставляют вас позиционировать так, как у человека, у которого есть дефицит чего-то. А человек, у которого есть дефицит чего-то, например, своих потребностей, личных потребностей, имеется в виду индивидуальных, он поступает эгоистично, он поступает эгоцентрично, он поступает так, что его действия отталкивают людей. И чтобы этого не было, вам нужно разобраться со своим страхом. Почему вы боитесь показаться навязчивым? Все в вашу неуверенность в себе. Эту неуверенность нужно купировать, то есть восстановить путем постановки соответствующих задач и доказательство себе, что это не так, что вы не такая. И когда вы обретете свободу и сможете поступать бескорыстно, вот тогда вы обретете свободу и будете проявлять себя в личных отношениях независимо, незаинтересованно и безусловно. Тогда это будут те самые отношения, которые вы описали, как основанные на уважении, понимании и желании быть вместе. А пока это немножечко не так. Но именно такой, я думаю, у вас выход. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, я соображаю, если вы лично помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим.